МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить вам пренеприятные известия. К нам едет ревизор. Ревизор, ревизор. Из Петербурга. Инкогнито. И с секретным предписанием. Инкогнито. Господи боже, еще с секретным предписанием. Ой. Я как будто предчувствовал. Мне сегодня всю ночь снились две необыкновенные крысы. Я, ей-богу, даже не видывал с рода таких. Черные от неестественной величины пошли, понюхали и пошли прочь. Боже мой, боже мой. Черные. Черные пришли, понюхали. Пошли прочь. Вот я вам сейчас прочту письмо, которое я получил от Андрея Ивановича Чмыхова, которого вы, Артемий Филиппович, знаете. Вот что он пишет. Любезный друг, кум и благодетель. Я... Уведомить. Уведомить. Спешу тебя, между прочим, уведомить, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию, и особенно наш уезд. Наш уезд. Господи, боже, поцелетесь в этот месте. Я узнал это от самых достоверных людей. Хотя он представляет себя частным лицом. Так как я знаю, что за тобой, как за всяким, водятся грешки. Водятся грешки. Потому что ты человек умный, и не любишь пропускать того, что плывет в руки. Плывет в руки. Ладно, все свои. А то, ну, взять тебе предусторожность, ибо он может приехать во всякий час, и столько уже не приехал и не живет где-нибудь инкогнику. Игонки-то, господи, боже мой, скидься. Господи. Ушли дела семейные. Иван Кириллович очень потолстил. И все играет на скрывке. Да. Вот такое обстоятельство. Необыкновенно. Просто необыкновенно. Ой, необыкновенно. Необыкновенно. Недаром. Зачем, Антон Анатольевич? Чего же? Зачем к нам? Тривизор. А? Судьба. Я думаю, Антон Анатольевич, здесь больше толка и больше политическая причина. А значит, это вот что. Россия. Да? Хочет вести войну. И министерия. И подослала чиновника, чтобы узнать, нет ли глядь меня. Эка, куда хватит, а? А еще умный человек. У нас, в уездном городе, измен. Да отсюда, куда хочешь, во все стороны. Три года скачи, ни до одного государства не доскачай. Я вам скажу, не того. Время начальство, оно имеет тонкие виды. Даром, что далеко. Себе мотает на ус. Да. Ну, в общем, мотает. Или не мотает. А я вас, господа, предуведомил. Артемий Филиппович, приезжающий чиновник прежде всего захочет осмотреть подмедленностные вам многоугодные заведения. Так уж вы сделаете так, чтобы там было прилично. Над каждой кроватью написать по латыни и на каком-то другом языке, это уже по вашей части, Христиан Иванович. Написать всякую болезнь. Да? Когда я заболел? Какого дня и числа? Либо Антон Антонович, я буду на каждом бете большой шильд festнагивать и все будут счастливы. Я обязательно сделаю большой шильд на каждом бете. Не обязательно сделаю большой шильд на каждом бете. Мне лучше, чтобы их было меньше. Насчет врачевания. Мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры. Чем ближе к натуре, тем лучше. Дорогих лекарств не употребляем. Человек простой, если он помрет, он и так помрет. А если выздоровеет, то и так выздоровеет. Амос Федорович, вам тоже я посоветовал бы обратить внимание на присутственные места. Да. Там у вас в передней, куда имеют обыкновение являться просители, там стража развели домашних гусей. Вот с такими гусенками. Так их шныряют под ногами. А вот я уже сегодня велю их забрать всех на кухню. Хотите, приходите обедать. Так же и заседатель ваш. А, а не вот такой запах? Да, да, да. Как будто он прямо сейчас вышел с инокуренного завода. Да этого, этого уже невозможно выгнать. Он говорит, в детстве его ушибла мамка и с тех пор от него немного дает водкой. Да я так только заметил вам. Насчет же того, что называют в письме Андрея Ивановича грешками. Я ничего не могу сказать. Да и странно было бы говорить. Но нет человека, у которого бы не было никаких грехов. Ну, так самим Богом устроено. Грешки грешкам рознь. Я говорю всем. Открыто. Беру взятки. Ну, всем взятки. Борзыми щенками. Ха-ха-ха-ха. А это совсем иное дело. С щенками или чем другим. А все взятки. Взятки. Нет, а то, а то. А вот если, например, у кого-нибудь шуба стоит 500 рублей, да супруги шаль. зато вы в Бога не вернете. И я вас в церкви никогда не вернете. А я в вере твердо. И каждое воскресенье бываю в церкви. А уж как начнете рассуждать то про сотворение мира, Господи, волосы дыма становятся. Да ведь само собой не дошел. С собственным умом. Ну, иной раз лучше, чем много ума его совсем, когда нету. Я же ведь так в правоуездный суд проезжаю с чиновник и никогда в него и не зайду. Это ж такое завидное место его сам Господь Бог оберегает. А вот вам, Лука Лукич, так как смотрители учебных заведений нужно позаботиться. Особенно насчет учителей. Они, конечно, люди ученые и в разных коллегиях воспитывались. Ты имеешь такие странные поступки. Вот этот, как его, такой с толстым лицом. Так он обойтись не может без того, чтобы зашедший на кафедру не сделать гримас. Вот этот. это не может быть, конечно, если он такую рожу ученику состроит, может быть, оно и ничего. Может, оно там так и надо. Не берусь я в этом судить. Но если он это сделает позитивным, и господин ревизор примет на свой счет, это же черт знает, что может произойти. Что же мне право с ним делать? Я уж ему несколько раз говорил, а вот еще на днях, когда зашел было в класс наш предводитель, он скроил такую рожу, какой я никогда еще и не видел. Он-то ее сделал от доброго сердца, а обнивыговор. Зачем вольнодумные мысли внушаются юношам? Что же я должен вам заметить об учителе по исторической части? Он, конечно, умная голова, это видно, и сведений нахватал тьму. Но только он объясняет с таким жаром, что не помните. Я раз его слушаю. Покуда он рассказывал про осирианных, вавилонянах, еще ничего. Как перешел к Александру Македонскому, так я, ей-богу, я не знаю, что с ним сделалось. Вот крест святой, я думал, пожар. С кафедры выскочил, схватил стул, и его тресцем все размахал. А он горяч, да. А он горяч, горяч. Ну, конечно, Александру Македонскому, зачем же стулья-то ломать? Ну, это же казнь, убыток, убыток. Жизнь не поищеру. Ах, инкогнито-поглятый я. Ах, инкогнито-поглятый я. Ах, инкогнито-поглятый я. Ах, инкогнито-поглятый я. Опять валялся на постели. Чего мне валяться? Чего кровать не видел? Урешь, валялся. Видишь, вся вскучная. Да зачем она мне? Я не знаю, что такое кровать. У меня ноги есть, я не подстаю. Зачем мне ваша кровать? Зачем? Слушай, эй. Эй. Восип. Че? Поступай туда. Куда? Умба, бюфе. Декунгам, антодино. Да, иди туда не стану. Чего не поймите? Для чего не получится? Хозяин сказал, что больше обеда сдавать не надо. Сказал я, говорит, короче, ничего пойду. Третью неделю твой барин денег не платит. Вы где с барином мошенники, барин твой плут. Мы, говорит, видали таких шаромышников и подлецом. А ты уж рад, скотина, сейчас все пересказывают мне это. Я, говорит, шутить не стану, я жалобу накатаю, нас съезжаю и в тюрьму. Ну, понял, 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 понял. Ну, уступай, скажи ему. Хе-хе-хе. Мудрый мне скажет, что... Третью неделю барин ничего не платит. Такое грубое животное. Ну, пойдемте. Обслужившись, какой сын говорит. Вы ж с рабочим, где и с людьми. Третью неделю ничего не платит. Добро было бы в самом деле что-нибудь путное. А то интеллектратишка бустой. С проезжающим познакомиться в картишке, в картишке, в картишке. Вот и доигрался. Никакой. Надоела такая жизнь. Положь, куда ты? А в деревне, конечно, лучше. Возьмешь себе бабу и лежи век на палате. Хе-хе-хе-хе. А есть? Нет. О, штаны, что ли, продать? Нет. Уж лучше поголодать, да приехать домой в петербургском костюме. В карете. Подкатить такие чертовы под крыльцом с фонарями. А оси позади, а дети в евреи. В обожай, как бы они все вперед положились. А кто такой? А что такой? А кто такой? А на кей входит Иван Александрович Хлестаков из Петербурга. Прикажете принять? М-м-м. А не пентюхи. Не знаю, что такое значит. Прикажете принять. Ой. У-у-у. Ой. Тьфу, даже не так есть хочется. Эх. Эх. Объясните, как Вас что? Какой синовник едет? Тьфу, разве не слышали? Эх. Что? Война с турками будет? Эх. 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 Вот. Одно слово. Я сам так же думал. Это все француз гадит. Права война с турками. Ты какая война с турками? Это она плохо будет, а не турками. У нас же все известно, письмо он будет. Если так, то не будет войны с турками. Ну, давай. Ну, что же, вы как, Иван Иванович? Да что я, как вы, Антон Антонович. Да что я. Страху-то нет, ну так. Немножко. Ну, зачем? В самом деле нам ревизор. Ну, зачем? А я даже подумал. Даже подумал. А не было ли на меня какого-нибудь доноса? Ну? Ну? Послушайте-ка. Иван Иванович. А нельзя ли вам для общей нашей пользы всякое письмо, которое прибывает в вашу почтовую контору, знаете, так немножечко распечатать? Прочитать. Нет ли там какого-нибудь донесения или переписки? Ежели нет, то его можно опять запечатать. Впрочем, можно отдать и распечатать. Излучальное происшествие, неожиданное известие, непредвиденное дело. Приходим в гостиницу, приходим с Петром Ивановичем в гостиницу. Сэр, Петр Иванович, позвольте уж я. Нет, позвольте уж я, вы и слога такого не имеете. А вы собьетесь и не припомните все. Припомню, припомню. Я и Богу припомню. Уж не мешайте, Петр Иванович, пожалуйста, не мешайте. Сделайте милость. Сделайте милость, господа. Скажите, чтоб Петр Иванович не мешал. Я прошу, я прошу вас. Бога ради, у меня сердце не на месте. Господа, присаживайтесь. Миша! Петр Иванович, вот вам стул. Вот вам стул. Позвольте, позвольте. А как только имел я удовольствие выйти от вас после... Так вот, я извólте, видите, забежал к коробке. Не заставший коробки, заворотил к Ростаковскому. Не заставший Ростаковского, забежал. Идуч оттуда, встретившись с Петром Ивановичем. Возле будки, где продаются пироги. Возле будки, где продаются пироги. Встретившись с Петром Ивановичем, я говорю, вы слышали о новости, которые получила? Антон Антонович из достоверного письма. А Петр Иванович уже слыхали об этом. От ключницы вашей Абдокии. Которая не знаю зачем-то была послан к Филиппу Антоновичу Почичуеву. Собочонком для французской водки. Собочонком для французской водки. Вот пошли мы с Петром Ивановичем Почичуеву. А Петр Иванович по дороге, ты, говорит, сойдем в трактир. В желудке у меня с утра я ничего не ел. Так желудочное трясение. Только мы в гостиницу, как в дорогу. Не перебивайте, Петр Иванович. Ушу Энтова. Не перебивайте. Пожалуйста, не перебивайте. Ну хватит рук. Молодой человек, не дурной наружности. В протикулярном платье. Ходит по комнате. В лица этого рассуждения. И тут много-много всего. Я как будто предчувствовал и говорю Петру Ивановичу здесь, что это неспроста. А Петр Иванович уже мигнул пальцем и подозвали трактирщика. Трактирщика Власа. У него жена три недели тому родила. И такой прибойкий мальчик будет так же, как отец содержать трактир. Подозвавший Власа, Петр Иванович говорит ему потихоньку. Кто, говорит, это молодой человек. А Влас ему на это отвечает. Это, говорит, молодой человек. Это, говорит, молодой человек, чиновник даст, едущий из Петербурга. А по фамилии, говорит, Иван Александрович Ростаков. А едет, говорит, в Саратовскую губернию. И, говорит, при странно себя аттестует. Другую неделю живет. Старклер не едет. Забирает все на счет. Ни копейки не хочет платить. Как сказал мне, это мне прям вот с высшего разогнело. А я говорю Петру Ивановичу. Нет, Петр Иванович, это я сказал. Сначала вы сказали. Потом я сказал. Это сказали мы с Петром Ивановичем. С какой стати сидеть ему здесь, когда дорога лежит в Саратовскую губернию. А вот он-то и есть этот чиновник. Кто? Какой чиновник? Чиновник, который мы позволили получить натицу ревизора. Ну что, да Господь с вами. Это не он. Он, 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 такой наблюдатель. Все обсмотрел. Заметил, что мы с Петром Ивановичем ели семгу больше. Больше потому, что Петр Иванович начал своего желудка. Только он и в тарелки к нам заглянул. Меня так и проняло страхом. Господи, помилуй нас грешных. Не ж он там живет? В пятом номере под лестницей. В том самом номере, в котором прошлого года подрались проезжие офицеры. И давно он здесь? А недели две уж приехал на Василия египтянина. Две недели? Головой! Глазанчик, Глазанчик, а где днесут? Несут, несут, несут. Несут, несут, несут. Хозяин, в последний раз уж дает. Хозяин, хозяин, плевать я хотел на твоего хозяина. Так, что там такое? Ну, пожаркое. Так, только вопрос. Вот дур какой-то ума, да? Я же приказывал, чтобы и Прохоров был здесь. Где Прохоров? Прохоров в честном доме. Да только к делу не может быть употреблен. Как так? Да так, привезли его поутру мертвецки. Вот уже два ужата воды вылили. До сих пор не протрезвился. Ах ты, Боже, Боже ты, Боже ты, Боже ты, что же это делается? Да, чиновник из Петербурга уже здесь, уже приехал. Как вы распорядились? Да так, как вы приказывали. Квартального пуговицына я послал с дистанскими подчищать тротуар. А Прохоров пьян. Пьян. Как же вы допустили, Степан Ильич? Да бог его знает. Вчерашнего дня случилось за городом драка. Поехал туда для порядка, а возвратился пьян. Послушайте, вы сделайте вот что. Квартальный пуговицын, он высокого роста. Так пусть стоит для пуговицына на мосту. Я сюда. Да. И вот еще надо разлетать забор, что возле этого... Заборщика. И поставить там поломенную веху. Ну, чтобы было похоже на планировку. Но чем больше ломки, тем больше видна деятельность. Ты что ты? Ты что ты? Пошел вон. Антон! Антон! Антон, Антон! Антон, что? Бабик! Антон, что? Ну что? Приехал. Ревизор. С усами. После. Мне только одно слово, что полковник. И с какими усами? Поехал. Поехал. Ну, подожди. Ну, ну, подожди. Я тебе еще покажу после. А в чём? Ой, отстань! Маменька, маменька, я зашпили сзади костей. С девочкой, в отличие. Они не узнали. О-о-о-о! Я попросила, что почему я вообще здесь? Почему я не узнала? Ой-ой-ой-ой! Поклятая кокетка! Что только Гремонос и тебе делает, когда ты отверни... Да, если приезжий синовник будет спрашивать службу довольный, так что обговорение... Все довольны вашим благородникам. А который будет недоволен, я ему потом такого неудовольствую. Если спросят, почему не выстрелить церковь при богоугодном заведении, на которое пять лет тому была осигнована сумма, не забыть сказать... Сгорела! Начала строиться, но сгорела. Господи, грешен, грешен Господи. Там зачем-то родничья приехала, осведомляется и спрашивает до вас. Сева, Александр! Сева, сад! Сад! Ренин, грешен, грешен! Уже успел пожаловаться! Так что, сейчас его на самом деле потащить. Нет, это что международным образом меня пожаловать! Нет, нет! Я не хочу, я не хочу! Я ему прямо с Казалом! Как вы смеете? Как вы смеете? Один-два-катут-два-катут! Отпуст air! Ну, как, елки, брат! Так. Что? Моё почтение. Извините. Это не... Это не... Кому быть, как я имю. Фу! Он! Извините. Обязанность моя, как грандоначальника здешнего города, заботиться о том, чтобы проезжающим и всем благородным людям никаких притеснений. Ну, что же делать? Говядину мне подарили, такой твёрдый, как бревно. Суп он твёрдый, знаешь, налил туда, я должен был выбросить его в окно. Чай странный, воняет рыба, не чай. Я право, не виноват. У меня на рынке говядина всегда свежая. Я даже не знаю, где он её берёт. Ну, если что не так, то позвольте предложить ему переехать на другую квартиру с собой. О! Нет! А я знаю, что значит на другую квартиру. То есть в тюрьму? Какое вы имеете право? Ну, как вы смеете? Я служу в Петербурге, да вы хоть со всей своей команды, я не пойду. Понял. Не-не-не погубите. Дети маленькие. Не сделайте несчастным человека. Ты чё? Какое мне дело интересное? То, что у вас жена, дети, я должен идти в тюрьму? Прекрасно. Я не могу по неопытности. Я ей богу по неопытности. Недостаточное состояние. Казённого, казённого жалования не хватает даже на чай и на сахар. Если были какие-то взятки, то самое малость. Только к столу что-нибудь и на пару платья. Я жалею по поводу ультер-офицерской вдовы, которую я будто бы высек. Так это клевета, ей богу клевета. Это злодеи мои выдумали. Они такой народ. Они на жизнь мою готовы покуситься. Что вы мне говорите, какой у тебя злодей ультер-офицерской вдове? Да. Это совсем другое дело. Совсем другое дело. Это совсем другое дело. Меня вы не смеете высечь. Там дойдет далеко. Ты посмотри, какой. Я заплачу вам эти деньги. У меня теперь сейчас нет. Я потому сижу здесь. У меня нет ни копейки. Нежели вы испытываете какую-то нужду в деньгах или еще в чем-нибудь, то я готов служить сию же минуту. Обязанность моя помогать проезжающим. Дайте. Дайте мне обзаймы. И мне надо расплатиться с трактерщиком. Мне хватит рублей двести, дай мне меньше того. Ровно двести рублей. Может, не трудиться считать четыресту. Вот. Харм. А я вам то сейчас пришлюсь здесь. Ну что? Так это... Что же вы стоите? Я встаю. Я просил вас покорно садиться. Я же вижу на благородный человек. Красавчик. Я что-то... Осип. А! Вези. Позови сюда тракторную услугу. У меня в доме есть прекрасная комната для вас. Светлая, покойная. Я чувствую, что это уже слишком... Это большая часть. Да нет, нет, нет. Нет, нет. Напротив. 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 Я с большим удовольствием. Да. Мне гораздо приятнее в приватном доме, чем в этом кабаке. А уж как жена обрадуется. Осмелюсь ли я просить вас в вашем разрешении, в вашем присутствии, написать одну строчку. Моей жене, чтобы она приготовилась к принятию такого почти много. Ну, по-прочему, вот тернилась. Бумаги не знают. Разве на этом счете? Изволили спрашивать? А, да. Подай счет. Да я уже давеча подал счет. Я уже не помню твоих глупых счетов. Ты говори всего, сколько следует. Значит, так. Ищи суточные, изволили. В семгой закусить котлету. Пошел! Тебя пришлю! В других городах, градоправители и чиновники больше заняты своей пользой. А здесь, можно сказать, нет другого помышления, кроме того, чтобы благочестием и бдительностью заслужить внимание начальства. Господа! Завтра! Очень хорош, я совсем объелся. А что, скажешь, день бывает какой-то? Не, это нарочно для приятного гостя. Ура! Ура! Где мы завтра, что ли? Больницы, что ли? Так точно-с. В богоугодном заведении-с. А, что я помню. Там же стояли кровати. А больные? Больные, что все выздоровели. Там, кажется, их немного было. Челок десять осталось, не больше. А прочие все выздоровели. Так уж заведено, такой порядок-с. Как только я принял начальство, вам даже покажется, может быть, это невероятно, но все как мухи. Выздоравливают. Больной не успеет в лазарет войти, как уже... Здоров. Нет, 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 нет. Не столько медикаментцами, сколько честностью. Порядком. Сурприз. У-utan. Нет. У-у-у-у-а-и. Ха-ха-ха. О-у-а-а-жи. О-у-у-а-а-жи. Субтитры сделал DimaTorzok Так, так, чёрт! Как называлась эта рыба? Лабардан. Что, что, он, что там? Генерал? Нет, не генерал, а не уступит генералу. Такое образование и важные поступки. Сначала он принял Антона Антоновича немного сурово. Говорил, что и в гостинице всё нехорошо, и что к нему не поедет, и что не хочет съедить за него в тюрьме, а то признаться Антона Антоновича думали. Ну что, скажите, он, что, стар или молод? Молодой, молодой, лет 23, лет с небольшим. И что он как блондин или бронет, скорее шантрет. И глаза такие быстрые, как зверьки, так в смущение даже приводит. Машенька, вам нужно сейчас заняться туалетом. Вот столичная штучка, как же что не обсмеял. Я думаю, что тебе лучше надеть твоё голубое платье с мелкими оборками. Ага, ты, маменька, голубое, и Ляпкина-Тяпкина с голубого, а то же мне неким голубым. А я один цветной. Ну вот цветной, вот он только говорит, чтобы наперекор. Тебе оно будет лучше. Чем же? Нет, потому что я хочу надеть палевое платье. Да вам не идёт вот это палевое. Вот мне не идёт палевое. Не идёт, я что угодно поставлю. Не идёт оно вам. Для него нужно, чтобы глаза были такие тёмные. Да, а у меня, значит, не тёмные, да? Да у меня они самые тёмные. Как же они не тёмные, когда я всегда гадаю на себя, как на трефовую даму. Да вы более червонная дама-то. Да я никогда вообще не была червонная дама. Да вот, вот, маменька, вот когда вы всё это вот говорите, или когда вот сядете вот так профилем, так у вас и губы вот такие. Ой, вот у матери её красивые глаза, ей завидно. Что это? Что? Господи. Что? 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 Меня. Ну что? Что? Антон, Антоныч, я сломал вам записи. Ой. Ой. Господи. Ой. 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 Где ничего? Господи. Ой, 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 ой. 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 Так. 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 Закусим. Что это? Господи. Так. Так, спешу тебя уведомить, душенька, что состояние моё было весьма печальное, но, уповая на милосердие Божие за два солёные огурца, особенно, и полпорции икры, рубль двадцать пять копеек, что-то я ничего не понимаю. А при чём? А при чём тут и огурцы, и икра какая-то? А, это, Антон Антонович, писали на чиновой бумаге для скорости. Там счёт был написан. Но, а, вот, уповая на милосердие Божие, кажется, всё будет к хорошему концу, к обеду. А, ну, всё к концу. К обеду прибавлять не трудись, потому что закусим, вот, в богоугодном заведении Артема Филипповича, Филипповича, а вина вели... А вина вели побольше. Скажи купцу Абдолину, чтобы прислал самого лучшего, а не то я перерою весь его погреб, целуя ручку твою душеньку. Остаюсь твой Антон Сквозник Дмухановский. А кто это? Папенька! Стой, Каналия! Прошу, ваше высокопревосходительство. Осторожней, не оступитесь. Марфа! Марфа! Бегу! Бегу! Иван Санчич! Иван Санчич! Иван Санчич! Иван Санчич! Иван Санчич! Иван Санчич! Что, нет у вас каких-нибудь заведений, обществ, где можно играть в карты? Боже, сохрани! Здесь и слуху нет в таких обществах. Я бы карты никогда и в руки не брал. Я даже не знаю, как в эти карты играть. А если бывает случится, встретить... Ну, просто... Бубнового короля! Бубнового короля! Или что-нибудь другое. Такое омерзение нападет! Плюнешь! Все! Да и нет! Раз как-то... Раз как-то забавляя детей, я выстроил... в такую будку из... из карты. Потом... всю ночь... снились проклятые. Ну, нет! А так вот напрасно! Ага! Ведь все зависит от той стороны, с которой как-то посмотрят на вещи. Вот, например, есть. А если, например, забастуешь, а тогда как нужно гнуть с трех углов? Игорь, не говори, не говори, не говори, не говори! Очень! Заманчиво! Надо поиграть! Ох уж! На что, головоломно, осмелюсь доложить вам обязанность игроначальника? Вот верите ли... А как назывался-то рыба? Лабордац! 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 Вот верите ли, даже когда ложишься спать, все думаешь, господи, как бы так устроить, чтобы начальство было бы... ну... Доволь! Да! Правда! Я, признаюсь, сам люблю иногда заумствоваться! Иной раз прожей! Ой! А в другой раз тишки выкинуться! очередная которая с нимиelt A-OF отличая орбаком? Что происходит еще один? Артемий Пелегон! Всё! Что такое? Б poi посмотрите! Ты что с ним?! Да что ж такое?! Господи! Остались представить! Семейство мое! Жена и дочь! Что такое?! Как я счастлив! Сударыня, что имею в своем роде удовольствие вас видеть! Напротив? Нам еще более приятно видеть такую особу, как вы! Помилуйте! Сударыня, совершенно напротив! Мне еще приятно! Как можно вы это извольте так говорить? Для комплимента я прошу покорно садиться! Возле вас стоять уже есть счастье! Впрочем, если вы так уже непременно хотите, а я сяду! Как я счастлив! Сударыня, что сижу возле вас! Помилуйте! Я теперь совсем не могу принять это на свой счет! Я думаю, что выездоровка после столицы подошла все изначально неприятно! Ой! Привыкся жить, компханово, в свете! И вдруг очутиться в дороге! Если признать мне такой случай, который меня так вознаградил! Мышь покорнейший принадлежит сюрприз! Молодец! Может быть, думаете, что я только переписан? Нет! Начальник отделения со мной над русской ноге! Это только ударит по плечу! А ну! А ну! А я только на две минуты захожу в департамент! На две минуты! А что это, господа, стоит? Садитесь, пожалуйста! Садитесь! Садитесь, пожалуйста! А ну без щенов! Прошу садиться! Не люблю я этих церемоний! Напротив! Я даже всегда как-то стараюсь проскользнуть! Незаметно! Черт! Там! Тихо! Вон! А! А! Тихо! Незаметно! Капитан! Я так! Не скишь-то. Вот никак нельзя скрыться. Ну никак нельзя. Вот только выйди куда-нибудь. А-а-а-а! Вон! Вон! Иван Александрович, идиоты! Один раз! Меня совершенно приняли! Заглавная команда еще! Сейчас, сейчас, сейчас! Солдаты! Выпишись из галпакты и сделали ружье! Вон! А после уже офицер говорит мне, ну у тебя сверху сегодня приняли за главного командующего! С хорошенькими актрисами знаком! Литераторов часто вижу! С Пушкиным! На дружеской ноге! Волчат, спрашиваю его! Ну что, брат? Пушкин! Да? Так! Брат! Отвечает бывало! Так, как-то! Все! Оооо! Так вы ведь пишите! Вы, верно, в журналы помещаете? Да! А я и в журналы помещаю! О моих прочем многое сочинений! Ээээ, Женеба Фигаро! Роберт Девл! Норма! У меня легкость необыкновенная в мыслях! Вот, все что было под именем барона Браласа! Брегад одеждой! Это все я написал! Так и верно! И Юрий Милославский, ваше сочинение? Да, да! Я сейчас догадалась, маленько. А там написано, что это господин Загозкин сочинение. Это правда. Это точно, это Загозкина. А есть другой. Юрий Милославский. Это уж мой. Я-то ваша читала. Я же литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Да, так уж и известен. Дом Ивана Александровича. Господа, я прошу, если будете в Петербурге, прошу, прошу ко мне. Я эту рыбу выдаю. Ой, с каким, я думаю, вкусом и великолепен. Там даются. Балы! Я всякий день на балах. У нас там и висус свой составился. Министер на островодел. Французский посланник. Английский посланник. Немецкий посланник. А и я. Так уже уморишься и играю. Просто ни на что не похоже. Только сбежишь по лестнице к себе на четвертый этаж. Скажешь, кухарки. Эй, маврушка! Маврушка, на, шинель. Забыл. Я живу, билетажа. Ой, у меня одна лестница. Стоит. А любопытница взглянет ко мне вперед нее. Когда я еще не проснется. Граппы, князья толкутся. Жужжат там, как шмели. Только если что. А ну и раз министр. Тюля. О! 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 Ай, чёртас! Я даже управлял департаментом. Так странно. Директор уехал. Куда уехал? Неизвестно. Ну, натурально, пошли толки. Как, что, кому, как занять место? Многие из генералов находились охотники и брались. А, ну, подойдут бывал. Тяжело, мудрено. И, кажется, так легко на вид рассмотришь. Просто, черт возьми. Ну, после видят. Нечего делать. Ко мне. И в ту же минуту по улицам. Курьеры, курьеры, курьеры. Можете себе представить. Тридцать. Пять. Десять. А не курьером, а. Каково положение, я спрашиваю. Ну, ну, каково положение. Иван Александрович. Иван Александрович, вступайте в департамент управлять. Александрович, вступайте в департамент управлять. Иван Александрович, вступайте в департамент управлять. Хотел отказаться. Думаю, дойдет до государя. Ну и послужной список тоже. Ну, извольте, господа. Эй! Я принимаю. Я принимаю. У меня. Не-не-не-не-не. Ух! Уж у меня ухо-то востро! Уж я, о, я, шутить не люблю! Я всем говорю, я сам себя знаю! Сам себя! Я везде, везде, везде! Впереди! Я его дворец всякий негде езжу! Меня завтра же произведут сейчас! Ведьма! Иван Александрович, не изволите ли отдохнуть? Вздор отдохнуть. Извольте, я готов отдохнуть. Вот! 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 Чего еще не привык? А как она называется? Это рыба? Лобарданцев. Барда-а-а-а! Пссс! Ну как, друг? Ну что? Ну что, друг? Накормили тебя хорошо? Накормили. И много благодарен. Хорошо накормили. Какой чин на твоем барине? Чин? Да. Обыкновенный какой. Ну? А что, друг, твой барин строг? Любит, а так распекать? Или нет. Или нет. Или... Порядок любит. Бывало, приедем, а он мне... Ну как, Осип, тебя угощали. Плохо. Ваше высокопревосходительство. Порядок любит. Мне нравится твое лицо. Ты должен быть хороший человек. Дороге, знаешь... Чайку выпить лишний стаканчик. Не мешает. М? Ну? 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 Позвольте представиться. Судья здешнего выездного суда, кулежский асессор. И вот, что я делал в…… Ляпкин-Тяпкин. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха… Ну? Все кончено. Пропал. Каллайн… Деньги-то в кулаке, а кулак-то здесь в огне. Вот я уж и под судом, вот уж и тележку подвезли, чтобы схватить ее. Господи, вынеси благополучно. Коленки только ломай, ломай. За три трехлетия пред Сталинку Владимирову, четвертой степени, с одобрением самого начальства. Вот так. Ну-с, не смей более беспокоиться своим присутствием. Не будет ли какого приказания? Я разумею, не дадите ли какого приказания здешнему уездному сону. Мне нравится, Владимир. Вот Анна третьей степени уже не так. Деньги-то в кулаке-то в кулаке. Деньги-то в кулаке-то в кулаке. Деньги-то в кулаке-то в кулаке-то в кулаке-то в кулаке. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Совершенно ничего не делает. Все дела в большом запущении. Посылки задерживаются. Извольте нарочно сами разыскать. Судья. Поведение самого предосудительного. У нас есть помещик Добчинский. Как только этот Добчинский выйдет куда-нибудь из дому, то он там уж и сидит. Уже на него. Нарочно посмотрите на детей. Ведь ни одно из них не похоже на Добчинского. Все. Даже девочка молилась. Как вылитый судья. Скажите, пожалуйста. А я никак этого не думал. Вот и смотритель здешнего училища. Я не могу понять, как начальство могло поверить ему такую должность. Он хуже, чем нехабинец. Позвольте, я это все лучше на бумаге изложу. Хоть на бумаге. Я это очень люблю. Эй, как вас? Я все позабываю. Как ваше имя и отчество? Артемий Филиппович. Да, сделайте милость. Артемий Филиппович. Самый при странной случай. В дороге совсем сдержался. Не будет ли у вас денег, займы? Рублики четыреста. Есть. Скажите, как кстати? Не смею беспокоить своим присутствием. Покорнейшим вас благодарю. 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 Уезжать отсюда, ей-богу, давно пора. Это вздор. Зачем вы? Да урожай. Ты что, не видишь, как меня здесь принимают, как меня здесь угощают? Не равен, сейчас еще другой подъедет. И богу. Нет, не хочу. Мне еще хочется немножко пожить. Ну давай завтра. А что завтра? Право несерьезно вас и другого принимают. И батюшка будет дневаться от того, что здесь замешка лезет. Ну хорошо. Хорошо. Отнесешься только наперед письмо. Я вам ображаю. Тряпички умрется на смеху. Спешил в Венглазе. Душа тряпички. Какие со мной физица? Тряпички на умретах. Кто там такой? Осип? Что там за шум? Что вам угодно? Не погуби, государь. Обижательство терпит совсем понапрасну. От кого? Да вот, городничего нашего. Такого городничего, государь, никогда еще не было. Такие обиды, через что описать нельзя. И по поступкам поступает. Вот за бороду хватает и говорит. Ох ты, татарин. А мы что? Мы всегда порядок исполняем. А на казане, хатанана, а на кульмак на кабинет. А вот что следует на дочке, на плачев, супружеси его. Против этого ничего не стоит. А ему всего этого мало. И что? На лавку приходит, что не попадет, все берет. Неужели? Да. Какую машину? Да. То есть не то уж говоря, какую деликатность. Всякие дырят берет. Вот чернослив такой, живее у меня бочковый, а там брык, на ашабык, кугоры, пшеребет, тяк. Вот он туда целый город запустит. Говорит, на Антона у его именины. А что? Мы все нанесем? Он еще не нуждается. А ему еще подавай. Говорит, на Ануфри еще именины. А что нам делать? И на Ануфри еще. Какой-то просто какой-то разбойник. Если что, говорит, я тебя не буду пыткой пытать. Не буду подвергать пилисным наказанием. Это, говорит, запрещено законом. А если говорит, что любезный, то у меня пояси, а кей. Что? 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 Какой мошенник, да? Мошенник? Мошенник, да за это просто всеверно, да? Уж куда твоя милость и запровадит его? Все будет хорошо. Лишь бы от нас подальше. Не-не-не-не-не. Нет-не-не-не, нет-не-не. Как вы? Нет-нет-нет-нет, вы не думаете. Я совсем не беру никаких взяток. Не взятка, не взятка. Нет, если бы вы мне предложили взаймы... Взаймы, займы. Рублей триста. Да что триста? Уж лучше пятьсот возьми. Помоги только. Какой мошенник, а? Мошенник. Ну, извольте. Взаймы я возьму. Подносик тоже. Ну, и подносик можно. Иди, голубь. Ты пастел. Где? Охренеть. За марш. Где? Я его толстой, не поискай. Я его толстой на друга оставил. Со мной сдам почасту. Я его толстой. Где вы, наверное, в полиции? Я никуда не шла. Как? Как? Это ты, ну, не улетела? Я думала, не здесь ли маменька. Я вам помешала. Вы занимались важными делами. Ваши глаза. Что? Ваши глаза. Вольплюс, петут ли зафар к Йорси. Вы. 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 Какой платочек. Как бы я желал сюда, Радюк, вашим платочком. Чтобы обнимать вашу лилею шейку. Так сегодня странная погода. А ваши губки сюда. А вы не могли вам дочи написать? На парочек какие-нибудь. На парочек стихи. Требуйте. Требуйте какие стихи вам. Какие-нибудь нет такие. Да что стихи. Я их много знаю. Пожалуй, я вам хоть это. Ты! Что? В горести напрасно, на бога, робчий человек. Но, другим, сейчас не могу припомнить. Я вам лучше вместо этого представлю свою любовь. Которая от вашего взгляда. Ой, любовь. Да. Ну, я никогда не знала, что такое любовь. Я не понимаю, что это за любовь. А нам лучше будете близко друг к другу. А чего же близко? Все равно далеко. От чего далеко? Все равно близко. Да к чему все это? А это, кажется, только что близко. А могу обратить к себе. Далеко. Ой, далеко. Там как будто пролетело. Шарокка или какая-то другая птица. Шарокка. Слишком. Маклышь какая. Простите, я тебя отрубил. Я отрубил. Простите, я тебя отрубил. Я, признаться, приведена в такое изумление. Вы встаньте, встаньте. Здесь пол совсем не чист. Вы видите? Видите, я с караной от любви. Нет. На коленях. Непременно на коленях. Я хочу знать, что мне суждено. Жизнь. И смерть. Но я не вполне понимаю значение ваших слов. Если я не ошибаюсь, вы делали декларацию насчет вот этой моей дочери. Дочери. Нет. Я влюблен в вас. В пламени в груди прошу руки с вашей. Я в некотором роде замуж. Это ничего. И любви нет различия. Карамлин сказал. Закон осуждает. Мы удалим тебя под всей струй. Руки прошу вашей. Руки прошу вашей. Какой пассаж. Прям. Ну что ты? К чему это? Зачем это? Что это за ветренность? Убежала, как какая-то кошка у гориллы. Что ты такого нашла удивительного? Что тебе взбрело? Как будто дитя какое-то трехлетнее. Не похоже, не похоже совершенно. Совершенно не похоже, чтобы ей было 18 лет. Я право, маменька, не знала. У тебя вечный ветер какой-то в голове. Ты берешь смерть с дочерей. Тебе не нужно с них пример брать. Тебе есть с кого пример брать. Перед тобой мать твоя. Анна Андреевна, не противьтесь нашим благополучию. Благословите постоянную любовь. Решите, решите жизнью и смерть. А дура какая, а? А я такой дядя, гость. Из-за боли стоять на коленях. Да ты не достойна такого счастья. Не буду пробить. Адон, Адоныч, знаете ли вы, какой чести удостаивает нас Иван Александрович? Он просит руки нашей вот дочери. Извольте гневаться. Ваше превосходительство. А она немножко спридуре. Такова же была и мать ее. Да, точно, я прошу руки. Я влюблен. Нет, я не шутя вам говорю. Я не достоин такой честности. Ну, какой чур вам. Ну, когда тебя толкует. Неужели вы не отдадите руки Марии Антоновне? Да я... Я не лжу. Отдайте мне ее. Отдайте, я отчаянный человек. Я решусь на все. Я решусь на все. Когда я застрелюсь, ах, вас под суд отдадут. Боже. Ой, боже. Я ей не виноват ни душой, ни телом. Я сейчас в голове такое. Я сам не знаю, что делается такое. Дурак сделался, как никогда еще не бывал. Гав, 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 благословляй. Благослови вас Господь. Но я не виноват. А, хорошо, я сейчас. А, как вы изволите? Ехать? Да, еду. А, когда же? То есть, вы сами изволили намекнуть насчет, кажется... На одну минуту, на один день только к дяде. Богатый старик, а завтра же назад. А, ну, не смеем никак удерживать в надежде скорейшего возвращения. Прощайте, любовь моя. Прощайте, любовь моя. Ой! Иван! Любовь! Иван! Иван! Иван Александр! Прощай! Прощайте, ваше превосходительство! Прощай! А, ну, нет. Прощай! Снижение! 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 Играет музыка Играет музыка Антоша, Антоша, тебе такое все грубое нравится Я за тебя, правда, боюсь Ты иногда такое вымолвишь словцом Какого в хорошем обществе никогда не услышишь Да хоть слава-то не вредит Да не вредит Когда ты был городничий А там ведь жизнь совершенно другая Ты должен помнить, что жизнь нужно совсем переменить Но Что знакомые твои будут Не какой-то там судья-собачник С которым ты ездишь Зайцев травить Или земляника Напротив Знакомые твои будут Знакомые твои будут Самым тонким обращением Графы и все светские Ой, ой, я не иначе хочу, чтобы дом наш Был первый в столице Чтобы у меня в комнате Стояло такое амбре Что б нельзя было войти И нужно было б только эдак Зажмурить глаза Ой, как хорошо О-о-о-о О-о-о-о О-о-о-о-о-о Ну Здорово, соколики Здраво, бладшенька Здраво, бладшенька Как товар идет, ваш? Самоварник и оршеньи Жаловаться Архиплуты, протобестии Надувайлы морские Я жалуюсь. Думаю, так в тюрьму его и засадят. Семь чертей и одна ведьма вам в зубы. Не до слов теперь. Не знаете ли вы, что тот самый чиновник, на которого вы жаловались. Теперь... ...женься на моей дочери. А? Что теперь скажет? Я вас теперь... Обманывайте народ! А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост? И написал дерево на двадцать тысяч, когда-то мне было и на сто рублей, а? Я тебе помог. Козлиная борода. Богу виноват, Антон Антонов! Я ж руковый попутал! Ну, ладно. Я не пометозломен. Ступайте с Богом. Ух. Ух! Тихо, ну, ладно. Ух! 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 Умею честь поздравить, поздравить. Я душевно обрадовался, когда узнал. Скажите, Антон Антонович, пожалуйста, каким образом все это началось, постепенный ход этого дела? Ход дела чрезвычайный. Изволил, собственно, лично сделать предложение. Вы будете в большом-большом счастье, в золотом платье ходить, деликатные разные супы кушать. Очень забавно будете проводить. Дай Бог вам, дай Бог вам. Так это все хорошо говорилось. Ну, не еду вам, это равно Андрея, моя жизнь-то. Фу, вот копейка. Я, говорит, только из уважения, конечно, я не могу. Так это же у меня, кроме маменька. Я, пожалуй, Антон Антонович, продам вам от того кобелька, которого торговали. Нет, мне теперь найти на кобельку. Ну, не хотите тогда на другой. Тобаки, сойдемся. Упал вот так на коленец. И говорит, Анна Андреевна, не сделайте меня несчастнейшим. Согласитесь отвечать моим чувствам. Иначе я смертью окончу жизнь. Да, Анненька, надо же обо мне говорить. Да и об тебе там тоже было сказано, я ничего не спорю. Дамы и господа, пожалуйте к столу. Мы теперь в Петербурге намерены жить. А то здесь, знаете, воздух такой, ну, деревенский, уж слишком. Вот, думаю, уж мы тоже генеральский чим. Признаюсь, господа, я, счет поверил, очень хочу быть генералом. Сто лет и куль червонцев, Антон Антонович. Удивительное дело, господа. Чиновник, которого мы все приняли за ревизора, был не ревизор. Совсем не ревизор. Я знаю, это из письма. Из письма. Из письма. Из его собственного письма. Взял, да и распечатал. Как же вы осмелись распечатать письмо того полномоченной особой? В том-то и штука, что не у полномоченной и не особом. А кто же он по вашим сказанным? Кто? Ни все не то. Как это ни все не то? Да как вы смеете называть его ни тем, ни сем, да еще черт знает чем? Да я под арест вас. Вы? Да, я. Короткие руки. Позвольте, я письмо прочитаю. Читайте, читайте, читайте. Спешу уведомить тебя, душа Трипечкин, какие со мной чудеса. На дороге обчистил меня, кругом пехотный капитан, так что трактирщик хотел уже было потащить в тюрьму, как вдруг по моей петербургской физиономии и по костюму весь город принял меня азей генерал губернатора. И я теперь живу у городничего в доме, жуирую, жуирую, волочусь напропалую за его женой и дочкой, не решился только с которой начать. Думаю, прежде с матушки, потому что, кажется, готова сейчас на все услуги. Помнишь, как мы с тобой бедствовали, обедали на шаромышку и как один раз было кондитер схватил меня за воротник по поводу съеденных пирожков насчет аглицкого короля? Здесь совсем другой оборот. Все мне дают взаймы сколько угодно. Оригиналы страшные. От смеху ты бы умер. Во-первых, городничий глуп, как сивый мери. Не может быть. Там этого нет. Ну, зуб, как сивый мери. Как сивый мери, это вы сами написали. Да как же бы я стал писать? Черт знает что. Почтмейстер тоже добрый человек. Но тут он тоже обо мне неприлично выразился. Почтмейстер... Точь, точь, департаментский сторож Михеев. Должно быть так же подлец, пьет горькую. Кроме того, надзиратель над богоугодным заведением земляника... Перо нечеткое. Позвольте, позвольте, позвольте. Кроме того, надзиратель над богоугодным заведением земляника совершенная... Свинья в ермолке Неостроумно Свинья Где же бывают свиньи в ермолке? Смотритель училищ Протухнул насквозь луком А я Никогда Не держал во рту лука Какой-то судья Позвольте, позвольте, позвольте Какой-то судья Ляпкин Тяпкин В сильнейшей степени Моветон Должно быть французское слово А впрочем Народ гостеприимный и добродушный Прощай душа, Тряпичкин Пиши ко мне в Саратовскую уберню Оттуда в деревню под Катимовку Ивану Васильевичу Тряпичкину В Санкт-Петербург В Астамскую улицу В дом под номер 97 Поворотя на двор В третий этаж Направо Вот Когда зарезал, так зарезал Убит Убит Совсем убит Ничего не вижу Свиные рыла Какие-то Больше ничего Как же я Ну как же я Старый дурак Выжил Выжил Глупый баран Изуман Тридцать лет Живу на службе Ни один купец Ни один подрядчик Не мог провести Мошенников Над мошенниками Обманывал Ой Ой Я таких проедох и пудов Что весь мир Готовый нам воровать Поддевал на воду А губернаторов Трех губернаторов Погнали Что губернаторы Нечего не говорить О губернаторах А то же Он же обручился С нашей Машенькой Навручился Да Кукиш с маслом Он тебе обручился Едет в глаза С обручением Смотрите Смотрите весь мир Все христианство Смотрите Смотрите все Как одурачен городничий Эй Дурака я был Дурака старого Подлецу Эх ты толстоносый Тряпку Принесал Важного человека Ох он теперь Разливается Колокольчиком По всей дороге Разнесет Всему миру историю Мало что Пойдешь Посмешище Да идет Щелкопер Бумага Марак Ставит тебя В колени Вот что Антоша Папенька Антошенька Папенька Антошенька Обидно Чему смеетесь Над собою Смеет Бумага Бумага Марак Этих Щелкоперов Либералы Проклятые Чертова Семя Я бы вас Узлом бы Узлом бы Занесал бы Муку выстер И в шапку К черту Шапку 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 К черту Шапку Подкладку Ему Нет 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 А кто первый Выпустил Что он ревизор Кто выпустил Да вот Кто упустил Эти молодцы Это не я Антон Антоныч Это не я Это не я Это Это Петр Петр Иваныч Антон Антодович Это Петр 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 Антодович Антон Антодович Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас в сей же час к себе. Субтитры создавал DimaTorzok